Субрегионы зарубежной Европы. Германия. Сегодня на уроке вы вспомните виды районирования зарубежной Европы, а также подробно рассмотрите Германию, ее географическое положение, структуру населения и хозяйство. Особое внимание уделим главным достопримечательностям страны. Приступим. Зарубежная Европа представляет собой самый небольшой по размерам территории регион мира, однако внутренне она весьма неоднородна, поэтому в ее пределах обычно выделяют отдельные части, или субрегионы, либо две, либо четыре. При подразделении на два субрегиона различают Западную и Центрально-Восточную Европу. В состав Западной Европы входят 24 государства, общей площадью 3,7 миллиона километров квадратных, с населением 420 миллионов человек. Это страны, давно уже вступившие на путь рыночной экономики, которые по старой терминологии обычно называют капиталистическими. В состав Центрально-Восточной Европы входят 16 стран, занимающих территорию около 1,7 миллионов километров квадратных, с населением 130 миллионов человек. Это постсоциалистические страны, до конца 80-х годов входившие в мировую систему социализма. Наряду с этим в географической литературе зарубежную Европу принято подразделять на четыре субрегиона северную, западную, южную и восточную. К северной Европе относят Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, Исландию и страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва. К западной – Великобританию, Ирландию, Францию, страны Бенилюкса, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Германию, Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Монако. К южной – все средиземноморские страны – Португалия, Испания, Италия, Андорра, Сан-Марина, Ватикан, Мальта, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Македония, Сербия. А к восточной – Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Самой большой по численности населения страной в Западной Европе является Германия. Рассмотрим ее более детально. Официальное название – Федеративная Республика Германия, сокращенно ФРГ. Германия находится в центре Европы и граничит с Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией, Польшей, Данией. Площадь страны составляет около 357 021 км квадратного. Столица Германии – город Берлин. Официальный язык – немецкий. Обратите внимание на символику Германии. Флаг Германии представляет собой прямоугольное полотнище соотношением сторон 3 к 5, состоящие из трех равновеликих горизонтальных полос. Верхний – черного, средний – красного и нижний – золотистого цвета. Был утвержден 23 мая 1949 года. Объяснение символики со стороны патриотов Германии звучит так. Черный цвет – это мрачная ночь, печальный темный опыт. Красный цвет – это не что иное, как кровь, пролитая в борьбе за свободу. А золотой или желтый – это восход солнца, который знаменует надежду и развитие. Один из главных государственных символов Германии – это ее герб. Он представляет собой желто-золотой щит с изображенным на нем черным одноглавым орлом, с распростертыми крыльями, с красным клювом и когтями. Орел был с древнейших времен символом солнца, мужества и жизненной силы. Германия – великая держава с динамично развивающейся экономикой. В развитии страны важную роль сыграли особенности ее экономико-географического положения, местонахождение в центре Европы в окружении экономически высокоразвитых государств, на пересечении крупных транспортных магистралей, наличие широкого выхода к Балтийскому и Северному морям. Исторический факт. В современных границах Германия образовалась путем объединения в октябре 1990 года двух государств – ФРГ и ГДР. В состав ФРГ вошли пять земель ГДР и Восточный Берлин. Территория страны в результате этого выросла на 43%, а население на 27%. Объединение страны привело к улучшению как экономико-географического, так и геополитического положения ФРГ. По форме правления ФРГ – парламентская республика. Исполнительная власть в стране принадлежит федеральному правительству. Президент выполняет в основном представительские функции. По сути, управлением занимается федеральный канцлер. С 2005 года федеральным канцлером страны является Ангела Меркель – первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии. По форме административно-территориального устройства ФРГ – федеративное государство, состоящее из 16 исторических земель, каждая из которых имеет свое правительство и выборные органы законодательной власти. Германия является одной из стран-основателей и членом Европейского Союза – членом НАТО. Входит в категорию стран «Большой семерки». Она играет значительную роль не только в европейской, но также и в мировой экономике и политике. Германия является второй в мире страной по популярности для мигрантов после США. Почти одну десятую всех жителей страны составляют иммигранты. Поговорим о природных условиях Германии. Рельеф страны постепенно повышается с севера на юг, от северогерманской низменности к Альпам. Германия очень богата внутренними водами. По территории страны протекает большое количество рек. Наиболее крупные из них – Рейн, Дунай, Эльба. Стоит отметить, что важнейшие реки Германии соединены многочисленными каналами. Благодаря сооружению канала Майн-Дунай через территорию Германии проходит трансевропейский водный путь от Черного до Северного моря. Большинство крупных рек и каналов – судоходно. Самое крупное озеро Германии – Боденское, площадь которого 536 км квадратных и глубина 250 метров. Основные ресурсы Германии – нефть и природный газ, каменный уголь, калийная соль, железная руда, горючие сланцы, руды цветных металлов. Говоря о населении Германии, стоит сказать, что это самая населенная страна в Евросоюзе. Численность населения страны на 1 января 2018 года составила 81 351 100 человек. Национальный состав населения Германии весьма однороден. Около 90% населения – немцы. Размещение населения по территории характеризуется очень высокой средней плотностью – 230 человек на 1 км квадратный. Причем в отдельных районах плотность достигает тысячи-двух тысяч человек на 1 км квадратный и более. Наряду с этим ФРГ – одна из наиболее высокоурбанизированных стран мира, занимающая первое место в регионе по числу городских агломераций разного ранга. Германия – одна из самых богатых стран мира. По объемам промышленного производства Германия уступает только США, Китаю, Индии и Японии. В целом, в структуре промышленности Германии очень высока доля обрабатывающих отраслей – более 90%. Доля добывающих отраслей сокращается. Доля наукоемких растет. Одна из наиболее развитых отраслей промышленности – машиностроение. В Германии производят автомобили марок Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Opel. Предприятия химической промышленности выпускают удобрения, краски, лекарства. В сельском хозяйстве страны около 70% товарной продукции дает животноводство. Основные отрасли животноводства в Германии – скотоводство и свиноводство. Основная продовольственная культура – пшеница. По густоте транспортных путей Германия занимает одно из первых мест в мире. И в грузообороте, и тем более в пассажирообороте ведущая роль принадлежит автомобильному транспорту. Автострады или автобаны Германии относятся к лучшим в Европе. На них официально разрешается развивать скорость до 100 км в час. Для международных торговых связей широко используются и морские порты. Торговый флот Германии насчитывает 2200 современных морских судов. По территории ФРГ проложена также густая сеть трубопроводов. Ее пересекает множество авиационных трасс. Внешнеэкономические связи имеют для ФРГ, как для страны с открытой экономикой, исключительно большое значение. По общему обороту внешней торговли страна занимает второе место в мире после США. Она является также одним из крупнейших в мире экспортеров капитала. Наиболее тесные внешнеэкономические связи ФРГ поддерживает с другими странами членами Европейского Союза, а также США, Японией, Канадой. Среди стран СНГ главным ее торгово-экономическим партнером выступает Россия. Достопримечательности Германии привлекают сотни тысяч туристов ежегодно, ведь в этой стране действительно есть на что посмотреть. Рассмотрим самые популярные туристические направления в Германии. Замок Нойшвайнштайн Расположен в лесных массивах Баварских Альп недалеко от австрийской границы. Он был построен в период с 1869 по 1886 год для баварского короля Людвига II. Воздвигнут в стиле рыцарской крепости и роскошно обставлен. Нойшвайнштайн стал прототипом замка спящей красавицы в парижском Диснейленде. Летом Нойшвайнштайн посещает более шести тысяч туристов в день и более одного миллиона трехсот тысяч в год. Это один из самых красивых замков в Германии и в мире. Бранденбургские ворота — знаменитый символ Берлина и всей страны. Одно время ворота были символом разделенных Берлина и Германии, а с 1989 года они стали ассоциироваться с воссоединением страны. Ворота построил Карл Готгард Ланганс в 1791 году в стиле классицизма. Во время Второй мировой войны ворота почти полностью разрушили. Их восстановили в 1956 году. Сегодня ворота прекрасно сочетаются с архитектурой зданий Парижской площади Берлина. Берлинский зоопарк — самый большой зоопарк в мире. Здесь представлено более 1500 видов животных. Среди них млекопитающие, птицы, рыбы, рептилии, насекомые и беспозвоночные. Берлинский зоопарк впервые открыл свои двери в 1844 году. За сто лет популяция животных сильно возросла, но во Вторую мировую войну большая часть зоопарка была разрушена, и из 3715 животных выжило только 91. Восстановление зоопарка стоило огромных трудов. Сегодня берлинский зоопарк ежегодно принимает свыше 2,5 миллионов посетителей. Здесь созданы великолепные условия для жизни зверей, а также для наблюдения за ними. Мариенплац – главная площадь Мюнхена, которую основали еще в 1158 году. Площадь получила свое название от колонны Святой Марии, которую построили на площади в 1638 году, как память о том, что шведы пощадили город во время 30-летней войны. По углам шестиметрового памятника из красного мрамора размещено четыре крылатых гения, которые сражаются с аллегорическими ехидной – чумой, львом – голодом, василиском – войной, драконом – ересью. Эта колонна стала первым сооружением подобного рода во всей Центральной Европе. Музей БМВ расположен в Мюнхене возле здания штаб-квартиры БМВ. Он посвящен истории БМВ. В экспозиции музея представлены автомобили и мотоциклы БМВ, созданные за всю историю марки. Строительство здания музея БМВ было завершено к Олимпиаде 1972 года. Ежегодно музей БМВ посещает чуть более 250 тысяч человек. Сравнительно небольшую посещаемость музея можно объяснить практически полным отсутствием его рекламы. Подведем итоги урока. В пределах зарубежной Европы выделяют либо два субрегиона, либо четыре субрегиона. Самой большой по численности населения страной в Западной Европе является Германия. Официальное название страны – Федеративная республика Германия. Столица страны – город Берлин. Численность населения страны на 1 января 2018 года составила 81 351 100 человек. Германия – одно из высокоразвитых государств мира. Основными отраслями промышленности являются машиностроительная, электротехническая, химическая, автомобильная и судостроительная, каменно-угольная.